Деньги Ток-шоу Нозница и его ведущий Евгения Губнова И Сергей Прохоров Вот, Женечка, скажи мне просто Ты за то, чтобы люди блефовали, чтобы миф был или нет? Ты все про блеф-клуб? Да я про миф говорю Тебе нужно, чтобы миф был в жизни или нет? Я считаю, что человек должен жить в реальности Женщина должна жить в реальности И мужчина по возможности тоже Мужчина, они по жизни, они врут, они блефуют Знаешь, когда мужчина под утро приходит домой В нем просыпается талант сказочника Ну что, поспорим на эту тему? Да, давай Ну давай поспорим Итак, дорогие друзья, раз, два, три В эфире ток-шоу Нозница Мы пока уже в виде А, ты ведешь, да Я хочу представить моих гостей Сегодня их трое Поскольку сегодняшние наши собеседники Мужчины очень сильные Ну я понял, что вы решили укрепиться Что я хотел сказать, что я хотел сказать, не помню Представляю Я хочу представить наших гостей Это актриса Галина Бакашевская Аплодисменты Актриса Светлана Немировская И хозяйка салонов красоты Анжела Новак Замечательно, я хотел бы представить нашу мужскую половину Это писатель, журналист Дмитрий Быков Наш гость из Москвы Не знаю, по каким делам он приехал в Петербург Но может быть сегодня в передаче и расскажет Дадим аплодисменты И известный гурман Владимир Баканов Вот Володя Разбирается в пище очень тонко Я хочу напомнить, что телефон нашего прямого эфира 33-22-100 Звоните нам, пожалуйста Мы сегодня будем говорить на тему Нужны ли людям мифы Или не нужны, соответственно Так что звоните и голосуйте Вот, и я хотел бы сразу Дима вас спросить Вот вы журналисты Ведь часто так бывает, что Именно журналисты Вы выдумываете вот эти вот мифы людям Нет разве? Да, безусловно Живете себе человек спокойной жизнью? Нет, бах, вы про него что-то такое взяли и написали А он этого не делал Конечно И это я могу всегда объяснить почему Потому что реальность слишком отвратительна Невозможно удовлетвориться тем, что вы видите за окном Совершенно необходимо дать человеку вот то, что называется сон золотой Честь безумцу, который и навеет Между прочим, у мужчин это получается значительно лучше А вот почему? Вы можете это объяснить? Потому что в нашем случае реальность более отвратительна Понимаете, голая женщина это прекрасно А голые мужчины это смешно И поэтому мы, как бы у нас вот ниже этот потолок Ниже пол, вернее этот, от которого мы отталкиваемся И поэтому желание мужчины постоянно мифотворчествовать Оно необходимо Если самец не будет исполнять брачного танца перед самкой Она просто не обратит на него внимания Поэтому мы всю жизнь должны это делать Дмитрий Журналисты иногда очень часто пишут мифы Которые гораздо хуже, чем реальность Так называемая желтая пресса Нет, но я себя к этому не отношу Я отношу себя все-таки к людям, которые реальность стараются приукрасить В общем А если мы иногда пишем что-то хуже Мы просто пишем отвратительные вещи Ну не то, чтобы это клевета Понимаете, ну иногда вот надо действительно Но тут уже виноваты не мы Потому что тут иногда сегодня в звезды попадает такой человек Вы это знаете лучше меня, да? Что иногда немножечко его приопустить бывает только полезно А кто попал в звезды, вот просто вы сейчас так сказали Ну не будем называть Нет, давайте у нас нормально прямой эфир можно сказать Хоть я знаю, что вы автор книги Или пишите книгу, да, сейчас Как Владимир Владимирович стал президентом США Как Владимир Путин стал президентом США Да, это книга политических сказок Мне кажется, что у нас сейчас воцарилась в политике такая тиша благодать Что некоторое количество политических сказок в духе силы такого щедрина нам не повредит Вчера вот Чубай же всколыхнул общественность У вас в Москве там Знаете, таких всколыхов лучше бы не было Мне все-таки кажется, что для того, чтобы люди поняли, где они находятся и в чем они живут Совершенно не обязательно отключать ток Достаточно почитать книжку Вот в этом направлении я стараюсь работать Я смотрю, что девочки не согласны, по-моему Они сказали, чтобы я согласилась Так Ну вот на эту красивую, такую желтую кляксу Я сказала, нет, ребята, мне иногда Я не понимаю, кому платят деньги Звезды платят деньги журналистам или журналисты платят Нет, платят те, кто еще неизвестный, кто еще не раскрученный А, вот так вот Ну, скажем, звезда побила кого-то И вот возник скандал Очень многие, кстати, так и прославляются Но это, понимаете, опять-таки Вот это еще очередной миф Что вся пресса желтая На самом деле это далеко не Давайте желтую прессу сразу отметим Мы говорим сейчас о серьезном мифе Нам всем создают миф о том, что мы живем стабильно И движемся куда-то к некоему процветанию Эмпирически, на собственном опыте Мы все понимаем, что движемся в абсолютно другую сторону Значит, вот на этот миф официальный Нужно создать некий миф такой народный Миф о такой стране, которая, вопреки всему Живет очень плохо и продолжает веселиться Вот так я вижу свою задачу Понимаете, деконструкция официального мифа Она может осуществиться только с помощью наших ядренок Русских народных сказок С вами согласен Совершенно это правильно Так что наша мифология, она в этом смысле очень хорошая Но это реальность, мы так и есть Мы живем не очень Не совсем реальность, она нуждается в художественной интерпретации Потому что, понимаете, правды нет Правду написать невозможно Невозможно, правду только в данный момент называется правду Совершенно верно Вот это мы так договорились Это вещь конвенциональная А тем не менее, любой занимается мифотворчеством Я за то, чтобы создавать мифы смешные Как бы вот Веселенькие Да, веселенькие Провокативные, точнее Ребята, ребенок рождается с молоком матери Что он впитывает? Конечно, детские сказки Разумеется И он живет в этом мире Вот я считаю Ну а Ивановский дурачок, че Что хорошего-то в ней, Ивановский дурачок А зодышка Это, по-моему, прекрасный наш тип Замечательно Главное, что в ней есть национальный герой настоящий Да, вот это национальный герой, которому все пофигу Который все время умудряется побеждать вопреки всему Вот я за то, чтобы мы создавали этот национальный миф А не гламурный, розовый, западный миф о том, как нам прекрасно А, Дмитрий, а как вы определяете для себя национального героя? То есть героя нашего времени? Сейчас скажу вам Значит, это человек с огромным запасом прочности Человек, который способен вопреки всему смеяться И это человек с потрясающей жаждой жизни Потому что жизнь вокруг него такая Что до сих пор, вот, казалось бы, да Она все делает для того, чтобы ему, наконец, надоело А ему до сих пор не надоедает Вот это такой нюбль Это Ванька-встанька Вот он-то мне и нравится больше всего Интеллект присутствует у этого человека? А как же? Интеллект это способ А как же? Как мужчина А как же? По-моему, Сергей себе сейчас Если это мужчина, то там точно уже присутствует интеллект Сергей, по-моему, сейчас себя почувствовал героем нашего времени Почему? Он именно так закричал А как же? Закричал он Женщине интеллект не нужен У нее есть органическая способность принимать жизнь А мужчине нужно Ну как же интеллект не нужен, когда еще Райкин говорил Закрой, о, дура, я уже все сказала Вот это как раз и есть доказательство того, что он ей совершенно не нужен А мы все вам скажем Да мы все вам объясним Что делать? Жизнь происходит Вы ищите другую женщину Ну, я думаю, что это, в общем, интеллект это не то, что мы в ней ищем все-таки Вы думаете, мужчина все время, когда женщины меняют, более умную ищет что ли? Я думаю, что... Я что-то сомневаюсь, что мужчина... С которым приятно разговаривать, как минимум Да вы что? Да, вы знаете, это еще Денис... А я думал, что это тот, который смотреть приятно Это еще Руссо писал Что мы будем вечером заниматься любовью ночью заниматься любовью, утром заниматься любовью, а потом мы будем заниматься самым прекрасным и будем разговаривать. Это Руссо писал, да. Это, пожалуй, важно, да. Но для того, чтобы разговаривать, нужен не ум. Мужчина любит поговорить, да? Но интеллект при этом должен присутствовать. Ну, вы знаете, что такое, да, хороший разговор с женщиной в мужском понимании, да? Я говорю, она соглашается. Вот это и есть признак женского интеллекта, мне так кажется. Вы знаете, почему вы так много говорите? Я где-то читал, что еще в утробе матери, как правило, женщина уже начинает севелить губками, а мальчик, он наоборот, как бы расталкивает. А чем шевелит мальчик? Нет, мальчик он ручками, ручками, он ручками шевелит, потому что он как бы в жизни пробивается, ему нужно идти вперед, а женщина вот и потом она выходит на свет, такая. Что, получается, что женщина не пробивается в жизни, она только болтает? Ну, 89% по статистике все равно руководители мужчины. Да, потому что мужчины взяли, когда был матриархат. А когда в пещере? А когда это было? Давайте вспомним, когда это было матриархат. Это было давно, правильно? Вы послушайте, умный человек говорит. Ребята, когда мы умерли в пещеру, вы уходили, вы уходили на охоту, а женщинам не забыла... Да что вы, вы болтали. Так вы продолжаете до сих пор это делать. Общаться было с животными, приручать животных, чтобы охраняли дом. Таких животных. Собачку приручить, кошечку. Это типичный киплинговский. Собачки уходили с нами на охоту. Давайте послушаем умного человека. Ребята, если бы женщины не разговаривали, то прогресса бы не было. Абсолютно. А мне кажется, чем меньше они будут разговаривать, тем больше будет прогресса. Вот и всё. Вот это тот самый миф, который вы очень любите. Кстати, вот смотрите. Вот сейчас знаете, почему мужчины не звонят? Они слушают. Конечно. А почему женщины не звонят? Они болтают. Они болтают. А наш телефон по-прежнему 332211. Володя, вы ещё ничего не скажете. Что-то слушаете. Слушаете. Очень трудно войти в такой разговор сразу обсуждения, потому что мы в прямой обсуждаем слово мифы, а мы сегодня собирались обсуждать как раз взаимоотношения, ближе к реальности. Я думаю, что мифы должны присутствовать в отношениях между мужчиной и женщиной, именно потому что мы видим друг друга, но вообще мы воспринимаем своим сознанием какую-то картинку, которая вдруг нарисована нам. Самые лучшие отношения, мне кажется, это когда человек, там, мужчина видит женщину, или женщина видит мужчину, и что-то воспринимает сразу же в первую секунду. Как правило, этот первый образ в сознании, он остаётся очень и очень надолго. Все остальные мифы и сказки, о которых мы сегодня говорили, это, конечно, здорово, это почти уже подошли к политике, но давайте сегодня всё-таки поговорим о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Вот так вот. Это первый мужчина, по-моему, за всю историю нашей программы. Дима, ты пытался на политику всё повернуть. Я вообще думаю, что в принципе, а потому что путь к сердцу мужчины лежит через жилы. Так женщины считают. Мужчин так никогда не считали. На самом деле это правда так, потому что был великий Бряса Варен, который 250 лет назад там родился. Он там 200 лет назад написал свою знаменитую книгу «Физиология вкуса», и он сказал, что... Правда, сейчас дети слушают эту передачу наверняка. Я сделаю пить. Только дети слушают. Стол объединяет лучше, чем постель. Потому что иногда спят в разных постелях, а стол всегда ужинает вместе. На самом деле я бы здесь поспорил... Особенно если он вкусный. Я бы здесь поспорил, потому что любой мужчина, если расстелена постель, он откажется от еды и прыгнет туда. Нет, ну и французы правильно по этому поводу говорят. На самом деле вы как раз подтверждаете, это моё мнение, потому что пища не должна разговаривать, и во всём случае не должна спорить. Поэтому отношение мужчины к еде и к женщине, оно безусловно тождественное. Она должна соглашаться и радостно идти в постель или на стол. Боже мой, а еда является замечательной приманкой, которая как раз позволяет женщине и мужчине... Уже в продолжении еды. Ведь обычно женщина говорит, пойдёмте на чашечку кофе ко мне, да? Нет, обычно это мужчина говорит, а можно я так замёрз? На чашечку кофе. Он замёрз, не сомнеть на чашечку кофе. Мужчина как бы намекает женщине, но женщина должна сказать, да, у меня есть кофе дома. Женщина всегда говорит, нет, чтобы набить себе цену. Ну то есть она соглашается со второго и третьего? Нет, она должна согласиться как минимум с третьего раза. Тогда она будет за него замуж. Обычно я после второго уже разворачиваюсь. Мне кажется, что наш разговор уходит куда-то в какое-то очень странное русло. Потребительственное. Для того, чтобы подвести итог такой гастрономический, есть французские слова, когда французы спрашивают, что бы предпочли, ужин хороший или любовь к женщине? А он говорит, ужин, конечно. Поэтому добавляет, в начале. Правильно, абсолютно верно. Резюме, если хотите. Это французское. Ну ужин, это та последняя радость, которая остается. Ужин, действительно, это последнее дело дня. Нему нужно плавно подходить. Я хотел спросить, а вам, Дима, приходилось по заказу, вот как Галя рассказывала, что ему такое придумать про человека? Кто ему обращался? Ну так честно, скажите. Нет, никогда. Никогда, да? Я не гарм, таким я никогда не занимался. Мне приходилось, естественно, по заказу редакции каждую неделю писать политическую сказку, которые составили эту книжку. Но, слава богу, так всегда получалось, что мне реальность подбрасывала факты. А в этих сказках у вас были хорошие персонажи? Добрые, плохие, злодеи? Да, как правило, в общем, это сказки, в которых власть все-таки более-менее отрицательна, а народ скорее положительный. Постоянный сюжет – это борьба народа и власть к народу. А это миф или это реальность? То, что власть отрицательна, а народ положительный? Я думаю, что это скорее миф, конечно. Но этот миф помогает выжить. А бывает наоборот, когда власть хорошая, а народ... Бывает, бывает. Это где? Ну, вот в 17-м году у нас так было. Так бывает, к сожалению. Нет, вообще любое... Я думаю, что бархатная революция – это как раз пример того же самого, когда при исполненной гордости революционеры, которым, в общем, никто особенно и не мешает брать власть, стоят на площади и сконтируют «нас богато», да, «нас много», а власть, значит, выглядит по определению плохой и проигравшей. Мне кажется, что вот бывает такое, что я, честно говоря, здесь сочувствую власти, потому что уж очень я не люблю борцов этих с огненными глазами. Но, тем не менее, вот в России традиционно народ как-то лучше. Во всяком случае, ему надо это внушать. Потому что в противном случае он поверит, что его место у корыта, и тогда на этом всё закончится. Конечно, наш главный миф национальный должен быть, что мы хорошие, а власть плохая. Но, несмотря на то, что Владимир очень хотел поговорить о взаимоотношениях мужчины и женщины... Мы опять вернулись почти в политику. Я хотела бы задать ещё один вопрос. Может быть, по поводу политики, хотя он не очень, конечно, политический. Вот недавно шли споры, стоит ли посвящать, после событий в Беслане, стоит ли посвящать людей во все подробности этих событий, либо нужно сохранить покойное состояние народа. Вот я хочу сначала у вас спросить, как вы... Должен ли народ знать правду? Да, как вы считаете, а потом хочу спросить у матерей, которые сидят. Я думаю, пусть сначала матери скажут, потому что мне надо... Подумать. Прежде чем отвечать. Нет, я знаю, что ты мне надо сформулировать так, чтобы никого не обидеть. Скажите, дорогие матери... Я думаю, что как это ни страшно, но лучше знать правду. То есть вы за реальность? Это моё мнение абсолютное, да. Лучше знать правду. То есть я могу, скажем, в отношении с мужем сказать, знаешь, вот я не хочу знать твои похождения, но то, что связано с детьми, то, что связано с каким-то таким, не знаю, душевными, человеческими, ну, это трудно объяснить. Я считаю, что нужно знать правду. Как бы тяжело это ни было. Я хочу сказать, что я наоборот не согласна. Всё, что связано с детьми, да, а то, что связано с событиями в Беслане, показывать это по телевидению, мне кажется, это всё-таки немного жестоко. По отношению к людям, да? По отношению к людям, по отношению к тем мамам, какая-то такая спекуляция. Это моё личное мнение. Анжела, а вот ещё вот, если ты хорошо сказала, вот о похождениях мужа вообще надо знать женщине всю правду или не надо знать? Вот как вы считаете? Я думаю, что нет, конечно. А потом, если такой муж, зачем он нужен? Угу. Ну, просто так, чтобы совсем составить мнение. Галина, теперь ваша очередь. Что касается... Не знаю, ребята, мне кажется, когда мы сидим у телевизоров во время ужина, нам показывают, как отрезают головы где-то, знаете... Ну, бывали случаи, да. Люди привыкают, но... Я хочу сказать, с другой стороны, и нельзя не показывать. Есть сейчас людей... Если тебе не хочется смотреть, тогда переключи. А если люди, которые уже отчерствели душой, им надо показать эту жестокость, нужно это показать кровь, может каким-то образом пробить. Нет, я с вами не согласна. Можно путем жесткости, жестокости пробиться к их сознанию, к сердцу. Я не хочу сказать, что мы живем в жестокий век. Знаете, жестокий век, жестокие сердца. Здесь разные подходы. Но век действительно жестокий. Мне кажется, что мы действительно включаем утром телевизор и начинаем с самого утра наблюдать, как убивают людей, какие-то фильмы нам показывают жестокие. Я думаю, что век был жестокий и предыдущий, и предыдущий. Просто не было средств массовой информации, и никто этого не мог донести. И некого было обвинить. Совершенно верно, некого было обвинить. И все это происходило где-то локально, далеко от конкретного места. Помните, в детстве... Никто этого увидеть не мог. Помните, в детстве... Стихотворение. Ответа, я думаю, что вообще на этот вопрос нет. Вчера зима, сегодня лето. Спасибо партии за это. Да-да. Мы же жили в сказке, в страна миф. Я помню, в детстве говорила, господи, мы самая счастливая страна, мы самые-самые-самые счастливые. Она и была неплохая. Она и была неплохая, на самом деле. Смотрите, лучшее образование в мире. Лучше она была лучшей в мире. Она многого не знала. Да, она многого не знала. Меня поразило, когда мне Тота Кутуния, прилетев, сказал, что вы были защищены советской властью от всемирной жестокости и всемирной пошлости. Вы же, значит, это хорошо, что мы не знали, как там. В каком-то смысле, да, это была тепличная страна. Конечно, она растлевалась изнутри зрелищем и коррупцией, и лжи, и чего угодно, понимаете, что можно сделать с человеком. И вот, кстати говоря, я думаю, что есть вещи, которые мифологизации не подлежат. Конечно, надо знать правду обеслания. Обязательно. Вот здесь я с Немеровской согласен абсолютно. Есть вещи, которые не мифологизируются в принципе. Но это не значит, что жизнь вообще должна быть свободна от флёра этого мифа. Национальный миф в стране необходим. Давайте знать правду, но давайте от чего-то уметь защищать. Миф – это форма самозащиты. Пока мы его не придумаем, мы будем жить плохо. Возможно ли сформировать этот национальный миф? Мне кажется, что мы очень... Возможно. Возможно. Мы самая лучшая страна, мы должны в это верить. У нас есть для этого все основания. У нас лучшее искусство, у нас лучшие женщины, у нас самый неубиваемый, самый весёлый народ. У нас лучшая литература, говорю о гордой и независимой. Меня пока ещё никто в этом не переубедил. Мы должны быть убеждены, что мы лучшие. И у нас самая лучшая армия. Когда наши мальчишки идут выполнять солдатский свой долг в Афгани, в Чечне... Просто не существовало. Слушайте, а почему, если мы такие во всём лучшее, как вы только что сказали, почему у нас всё не получается? Уже многие годы не получаются. А вы видели парад 9 мая? Вот это как раз не получилось. Это как раз, на мой взгляд, не получилось. Потому что это было немножечко такое, слишком траурное мероприятие. В нём не было ощущения будущего, а только ощущения великого прошлого. Но вот тем не менее... Но ведь это память, она должна присутствовать? Память должна, но она не должна обожествляться. У нас не должно быть только вот это гигантское отросшее прошлое и вот крошечное настоящее. Да, о котором уже практически вся Европа забыла. И мы возвращаемся в политический акт. Ну не то, что забыла, а как-то вот нельзя молиться только на прошлое. Нельзя всё время клясться его именем, оно девальвируется от этого. Но мне кажется, что у нас наоборот получилось очень многое. Потому что при нашей власти до сих пор выживать и что-то делать, это есть величайший национальный успех. И то, что мы бессмертны как нация, полиэтничная, состоящая из множества разных людей, разнообразная там с евреями, татарами, кавказцами, все, потому что у нас сохранилось и есть эти связи до сих пор, это наша величайшая национальная победа. И с нами никто ничего не сделает. Никогда. Никогда. Ура! Дима, так, может быть, понимаете, вот тогда, когда в те времена развитого социализма, о кого вы говорили, да, помните, была национальная идея, мы построим коммунистическое будущее, мы будем жить хорошо. Была вот эта вот идея. Была. Была пропаганда о том, что мы на данный момент самые лучшие. Сейчас все ищут эту самую национальную идею, и поэтому, может быть, мы забыли о том, что мы самые лучшие. Национальная идея формулируется очень просто. У нас нет лишних людей. Нам необходимы все. Сейчас вся страна чувствует себя лишней, к сожалению, потому что нет ощущения, что все наши подвиги и таланты кем-то востребованы. Как только мы поймем, что мы нужны своей стране, и нужны не только как пушечное мясо, а как, в общем, творцы будущего, у нас все будет замечательно. Так мы все живем до известной степени, как отбросы этого общества. Кто сейчас нужен? Нефтяники и до известной степени идеологическая обслуга. Больше никто. А должны быть нужны все. Врачи, учителя, колхозники, я не знаю, какие-то земледельцы, парикмахеры, писатели. Все должны быть монолитом, нужным в своей стране. Это сделать можно. Так работать-то все хотят. Вот, совершенно верно. Надо дать людям эту возможность. Так вы считаете, что ее не дают? Нет, абсолютно. А вот в те времена давали? В те времена, не просто давали, в те времена это было принудительно, на мой взгляд. Да, еще за тунеядством можно было залететь. Работать хотят все. Надо дать людям возможность работать так, чтобы их труд не отчуждался сразу. Сейчас я работаю, и я не могу быть уверен, что меня в любой момент не отнимут все. Ну, вообще, это правильно, потому что я, например, начинала сниматься в кино в 81-м году, это был Советский Союз, и у меня было в месяц столько фильмов, сколько сейчас в год. Правильно. И я скажу честно, мне... Безусловно. И в то же время я сейчас, в общем-то, не особо нужна. А в то время была нужна. Хотелось бы услышать наших дорогих телезрителей 33-22-100, телефон нашего прямого эфира. Не бойтесь, что вы будете не соответствовать сегодня интеллекту наших дорогих гостей. Звоните, пожалуйста, и высказывайте свое мнение. Звоните, тот телефон, который мы вам сказали, это миф. На самом деле, у нас другой телефон, но мы его говорим не будем. У каждого с ним. И попросите нас вернуться к теме сегодняшнего разговора. Девочки, а вот, честно, вас так вот не обижать, что мы как-то вам все-таки попытались доказать, ну, я не знаю, насколько у нас это получилось, что все-таки вот мужчины, они, ну, больше как бы вот выдумывают мифы, у них способность к этому у мужчин. Вы знаете, умная женщина всегда скажет, конечно, дорогой, ты прав. Ну, вот о чем? Понимаете, конечно, ребята, вы все-таки правильно. Девочки, вы сейчас, наверное, говорите, вы даже подпорить не хотите, понимаете? Ведь нам же просто... Зачем? Чтобы женщина никогда не спорила с мужчиной, это нонсенс. В общем, не должна. Мы уже прошли этот этап возрастной. Не должна, Вадима? Не должна. Женщина спорила с мужчиной. Понимаете, как у нас с женой вечный главный пункт разногласий был, вот я как-то в Бога не верил, а она и верила, и верит до сих пор. Она меня первые три года сейчас из десяти очень активно убеждала. И никак. А потом ей это надоело в один прекрасный момент. И я через год уверовал. Понимаете, вот когда они соглашаются, то как-то лучше у них это будет. Идеальная, идеальная модель, с моей точки зрения, взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Сейчас как раз Дима сказал. Забыли, забыли про народ и власть. У нас как раз в отличие от всех других стран, которые мы теперь называем цивилизованной, разница между властью и народом как раз настолько колоссальная, что думаю, что большая разница, ну еще только в определенных странах, наверное, есть. Так вот, идеальная с точки зрения взаимоотношений, мне кажется, фраза, да? Вот мы говорили о том, что мифы. Мужчина нарисовал миф о женщине, женщина нарисовала маленький миф о мужчине. Они влюбились в эти два мифа друг друга. Они же не видят реально ничего, да? Они видят какие-то вещи там, какие-то позитивные вещи, которые они гипертрофируют, какие-то негативные вещи, которых они не видят в этот момент. Они их нивелируют или вообще их зачеркивают. Вот потом со временем потихоньку взаимоотношений начинаются выстраиваться так, что это первая влюбленность, она проходит, и начинаются возникать какие-то нюансы, которые ты вдруг открываешь в противоположном человеке. Вот Дима привел пример, да, религия там. Это может быть любое, все что угодно. Чужой там, чуждый какой-то вдруг, запах которого ты не замечал, какая-то там специфическая особенность, где-то что-то оставить, не туда поставить зубную щетку. Важный вопрос. Разрушенные по всей классике. Важный вопрос. Готовы ли мы к тому, чтобы это воспринять как нормальное явление? Или мы с этим не готовы воспринять его? И тогда начинается психологический конфликт, когда эта мизерная вещь становится все больше, больше, больше и больше. Кстати, второй момент, с моей точки зрения, тоже очень важный. Это когда, вот я его наблюдаю много раз в женщинах, особенно в деловых женщинах, когда юноша и девушка знакомятся друг с другом, у них формируется там, ну или семья, или гражданский брак, сейчас это не принципиально важно. И они начинают жить вместе. И жизнь развивается таким образом, что кто-то растет там с какой-то динамикой, кто-то отстает от него. Или просто падает. Да. Так вот, разница, я заметил, что мужчина вот такую разницу все-таки может, способен выдержать. Но тоже до определенного предела. Это как резина, которая растягивается, потом вдруг резко рвется. И именно из-за этого, мне кажется, возникает совершенно жуткий конфликт. И природа такого раздрая, когда казалось бы, можно было бы соотноситься. Вот когда женщина уходит вперед, и мужчина отстает, очень тяжелая возникает ситуация. Невыносимая. Абсолютно невыносимая. У мужчины или у женщины? У женщины. У мужчины. У мужчины. У мужчины может пережить это. И вообще эта ситуация трагическая. Ну это да, это как раз вещи. А потом, плюс, Дима, еще можно два слова? А потом, плюс еще все-таки мы такая специфическая страна, вот Дима сегодня там про идею говорил, про все остальное. У нас еще психика специфическая. Мы, в отличие, скажем, от скандинавов, которые между собой разговаривают и договариваются обо всем, мужчина садится с женщиной и обсуждает все вещи, включая интимные, как они будут соотноситься. Мы обычно не задаем таких вопросов, мы говорим, где ты был там, куда ты ходил, и дальше включаем такой imagination. Сами домысливаем. Свои впечатления совершенно домысливаем. А вы сами понимаете, да? Вот уж с чем, с чем, а с креативностью, с творчеством, у нас все хорошо. Уж придумать мы можем такие сказки и небылицы, что не снились никаким западным странам. Весь вопрос в том, как относиться к краху мифа. Надо уметь относиться к этому терпимо, по большому счету. У нас всегда эти завышенные ожидания. У нас у мужчин, Дима? Нет, у нас у русских. У нас у страны. Мы с большим трудом относимся именно к краху этого мечты своей. Наверное, надо уметь относиться к этому более трезво. Отсюда, кстати, дикое количество разводов. Когда человек получает некий миф и с ужасом относится к тому, что, мне кажется, надо не то, чтобы сдать правду, но как бы терпимее относиться к тому, какой она может оказаться. Ну, терпимость, она вообще нужна, когда люди живут друг с другом. И не только в личной жизни. Разумеется, да. Она нужна и в творчестве, где угодно. Разумеется, да. Надо всегда быть готовым к тому, что миф лопнет, и уметь быстро на его руинах создать новый дом. Быстренько, да, чтобы не умереть. Вот способность как-то обтанцовывать реальность, придумывать сказки какие-то на ее почве, да. Вот рухнула у тебя одна, надо быстро начать придумывать другую, как вот муравей, да, ему разворачили муравейку, быстро опять бежит он с ней. Ну, это мы должны. Вот, давайте терпимо отнесемся к рекламе на канале 100, посмотрим немножко рекламу, потерпим ее, вот. А дальше потом начнем опять спорить. Реклама на канале 100. Ну, господа, вы, конечно, суперпрофессионалы, я прусь с вас. Нет, нет, говорите, говорите. Да. Ничего так, чтобы шуми... Нормально, очень даже хорошо. У нас вот как раз точка-то, нам важно базар сделать. Они звонят дальше. Они, они, они притихли, потому что они видят, что такой, что такой народ, они просто стесняются, я думаю, да. Да, да. Где ж терпимость-то? Лохланье. Неужели вы снимаете с 81-го года? Да. Я не села бы с 7-го года, когда с ней наяву была я. Кем? В массовке. Но это было... Поняли? Я думаю, что это время прошло, сейчас опять будет снимать некоторые фильмы, потому что в Ливу делали такие обороты. Мы никогда над тем не задумываемся, но мы присылаем в Америку, я думаю, только наша страна колоссальная, ну, с учетом всего пиратства, колоссальные десятки миллиардов долларов, а вы еще есть мир отправляет туда. Нет, не скажу. Что-то сформируется и появится у нас. Все будут востребоваться. Ну что ж, дорогие друзья, мы по-прежнему спорим, Женя слушает гостей, раскрыв рот. А я только хочу напомнить, что вы смотрите ток-шоу «Ножницы», правильно, да, я сказал? Вот видите, ни одного слова не надо сказать. Ток-шоу «Ножницы», вместе с ведущими Евгением Игумновой. И Сергеем Прокровым, наконец-то. 33-20-20, телефон нашего прямого эфира. Да, дорогие друзья, обязательно звоните, потому что Дима Быков только что сказал, что он больше никогда не приедет в Петербург, если петербуржцы не позвонят. Правильно ведь, Дима? Неправда, миф. Раз, два, три. Вы смотрите ток-шоу «Ножницы». А вот можно вас спросить, вот человеческое счастье, это вообще миф или реальность? Вот можно так вот поставить вопрос? Вот люди ведь тоже ведь домысливают, что вот есть оно вот счастье, но оно у каждого ведь свое? Абсолютно. Нет, реальность, конечно. Реальность, счастье все-таки реальность. Конечно, реальность. Вокруг него другое дело, что много мифов накручено, что счастье – это богатство, или счастье – это успех. Но я, в общем, бываю счастлив достаточно часто. Там дождичек пройдет, запахнет как-нибудь. Надо просто уметь его извлекать. Ну, значит, это и есть миф, потому что это нереальная какая-то вещь, а это просто наше восприятие. Вот мы себе нарисовали, что от этого восприятия нам было бы очень хорошо. Это же внутри нашего сознания происходит. Нет, у меня это реально. Мужчины заспорили, чувствуете? Заспорили даже здесь в свою лагерь. А мы притихли. А нам так же интересно. А давайте пока они спорят. А, кстати, один интересный тезис. Вот ответьте мне, женщина, на один вопрос. Почему женщина всегда при любом разговоре ассоциирует себя со всем женским социусом? А мужчина никогда. Вот входит в кафе, ты сидишь, сидишь с женщиной. Входит в кафе другая женщина. Ты сказал какой-то комментарий по ее поводу. Говорит, нет, мы женщины не такие. Мы все вот такие. Сразу все вступают за женщин. Ну, то есть у них, да, межполовая солидарная сильная. Абсолютно. Мужчине же говорят, знаешь, все мужчины отвратительные, все одинаковые, все плохие. Каждый говорит, да, точно. Эти все отвратительные. Эти все отвратительные. Никакой. Они просто не могут это сказать. Не стесняют. Вот ответьте на этот вопрос. Я думаю, что на этот вопрос должна ответить Анжела, поскольку у нее есть свой женский клуб. Я так понимаю, ваш салон красоты является еще и клубом. И только женский, но и мужской тоже. А часто мужчины купят в ваш женский клуб? С радостью сейчас хочу сказать, что наконец-таки наши мужчины стали ухаживать, следить за собой. Им это очень нравится. И мы, конечно, женщины рады видеть их у нас. А расскажите про женское братство. Вот почему женщины так сплоченны между собой? Я плохо понимаю этот вопрос, что такое женское братство, если честно. Солидарность какая-то может быть и присутствует, но я не знаю таких женщин, например. Это миф, что женщины солидарны. Вот так. Нет, они, конечно, гораздо солидарны. Солидарны мужчины. Я думаю, что мужчины солидарны. Я думаю, потому что они слабые. Мужчины солидарны. Женщины вообще дружить не могут. Это по определению. Я с вами полностью согласна в этом плане. Как и друзей много не бывает. Может быть, да, есть. У меня, например, самых близких, это две подруги. Все остальное приятие. Это пока временное явление, потому что еще нечего было делать. Я не могу сказать, что это временное явление, потому что с другом надо же просто как бы... Мне кажется, это как раз из-за нескольких таких мужских доминантных черт вашего характера. Потому что я узнаю, что у нас... Но у меня мужская черт. Мужская черт. Вот у нас, например, в семье всегда четко женщины выступают в едином фронте. Против жены и дочери мы с сыном ничего не можем сделать. Еще потому что мы сами разобщены. Вообще женская солидарность значительно сильнее, чем мужская. Я тут ничего не поделал. А может, как-нибудь, Дим, половче так вот? Нет, это невозможно. Вот их нельзя расколоть. Это солидарность. Вы знаете, эта солидарность, она присутствует только когда наступает, наверное, какая-то беда или еще что-то. Совершенно с вами согласна. А в принципе, в принципе, ну, женщины, ну, вы же знаете, какие вы женщины. Какие? Какие? Да разные. Вот, разные. Просто разные. Разные, но когда надо... Режиссеры подсказывают, что наши дорогие телезрители не совсем понимают тему нашей программы. А мы сегодня обо всем. Мы сегодня обо всем, потому что вот даже, знаете... Что очень много звонят. Ну, давай сформулируем. Мы говорим о мифах... Я чуть ни одного золота не слышу. Мы говорим о мифах мужских и женских отношений. Да, да. Вот... Разные мифы о мужчинах и женщинах. Да, например, дружба мужчины и женщины. Мифы реальность. Кто-то услышал просьбы, мы все-таки вернуть нас к теме разговора. А у кого-то, может быть, такого нет. А у кого-то миф. А у вас реальность. На самом деле, мужчины... Нет, мужчины и женщины не могут дружить. Да, и, честно говоря, даже очень много... Это нонсенс. И они абсолютно нормальные. Да, конечно. А все это вы дружили? Да. Мы до сих пор дружим. Вот мы с Сергеем дружим. И без вот всяких? Без всяких. Без всяких мы тоже. И он нормально ориентирован? Нормально. И семья есть, и я дружу вся семья вместе. Нет, семья это одно. Нет, мы-то ознакомились-то, когда этого еще не было. Значит, были другие какие-то отношения. Это очень редкий случай. Нет, ну, что я могу сделать? Вот такой я человек. Так есть все-таки звонок или нет? Я не понял. Нет, просто попросили сформулировать тему нашей программы. Я думаю, что все возможно в этой жизни. Просто все очень индивидуально. Просто есть какие-то общие мнения, и есть больший процент, есть меньший процент и меньшее мнение. Поэтому почему-то принято всегда говорить, вот, раз больше процент, значит, это везде. А я считаю, что есть меньший процент. То есть вы используете из исключений все-таки? Да, нет. Ну, как исключения? Просто более-меньший процент, и все. А я считаю, что я самая богатая женщина в России, потому что у меня очень... Помните такую поговорку? Не имея 100 рублей, имея 100 друзей. У меня и 100 друзей, и 100 рублей. Нет, каждый друг имеет проблему Я умею дружить с мужчинами Очень просто Говорить нет Всегда есть Ну есть два вида мужчин, вы знаете А как же можно дружить с мужчиной, если с ним не разговаривать? Вот, да нет, всегда есть вот это Такое, знаете, вот о чем мы начали Сегодняшнюю нашу программу Вот это притяжение, замечательное притяжение Которое будоражит Которое притягивает друг к другу И чем дольше ты сохранишь это расстояние Тем дольше будет дружба Как только это все произойдет Это вот, ну, обыкновенный роман Который имел начало и конец А дружба, а дружба Это когда действительно Ему плохо, ты снимешь рубашку, отдашь Для тебя это как брат Слушайте, ну в женском варианте Снимешь рубашку и отдашься Я таким образом уже лет сорок с Катрин Данев дружу Понимаете? Все дружу, на расстоянии Она это не знает Я уже в камне к ней поехать Я с вами дружу Не пустили в камне Дело в том, что у вас рубашка Я только что была в Каннах Мне сказали Я приехала из города Хабаровска Поздравляла ветерана войны Говорит, Галка, как там Канны? Я говорю, вы что, ребят, солнце перегрелись Программу «Время» у тебя показывали Ты была в Каннах, картина от России И меня все поздравляют Я понимаю, что я схожу с ума Я говорю, ребят, подождите, стоп Какие Канны? Галина Бакашевская? Да нет, у нас же не было ни одной российской картины в Каннах Нет, говорит, Галка А вы судорожные не стали вспоминать? Были вы в Каннах? Я бы не была в Каннах Оказывается, мне вчера поздравили в Доме кино Оказывается, картина, в которой я снялась На самом деле я снялась Заняла второе место И это мне доказали, что это не миф Который я думала розыгрыш Это правда Что за фирма? Двое Первый звонок Здравствуйте, дорогие наши телезрители Долго мы ждали вашего звонка Здравствуйте, вы, кстати, если вы не понимаете темы сегодняшней программы Вообще можете спросить все, что угодно Я понимаю, я все понимаю Просто спросите что-нибудь Нет, вы меня слышите? Да Конечно У меня сегодня дочка сдает мифологию Вот открываю учебник, читаю Слушайте, это интересно Когда Рея рожала с детства Она вдавила пальцы в землю Из нее выросли тактили Пять женщин и из левой руки И пять мужчин и с правой Дактели были казнецами А их женщины, отевшиеся в мусаке Вот перевнимательно Заставили всех смотреть на них Как на великое чудо Вы не хотите прокомментировать? Тут все сплелось И женщины, и мужчины, и миф И вы поняли меня Спасибо большое А кто автор учебника-то? По мифологии-то Не важно, кто автор Заставили их смотреть как на великое чудо Мне кажется, что этот вопрос Подвел нас к разговору о кинематографе Да ты что? Это женская ложь Это женщина может так Мне кажется Потому что у нас по сюжету Другие вопросы Нет, нет, нет У меня действительно не написан этот вопрос Мне кажется, что действительно Очень много существует мифов Вокруг наших И не наших Знаменитых артистов Абсолютно 100% И не только артистов А вообще я считаю, что если вы посмотрите На Соединенные Штаты Америки И на взаимоотношения между мужчинами и женщинами Они абсолютно все имеют свои корни в Голливуде Все ровно как там нарисовано Так и воспринимаются Иногда хочется некоторых американцев Так подергать и сказать Господа, это реальная жизнь А совсем уже не кино Кино закончилось А зачем это реальная жизнь? А зачем это реальная жизнь? Обязательно между актером и публикой Должно быть расстояние Нет, нет, я не об актерах Не об публике Не надо это превращать Как люди эти образы воспринимают И живут ими Сами люди А мне кажется, это и хорошо Потому что во многом Процветание Америки создано Голливудом И миф американский создан Голливудом И белозубая вот эта улыбка С которой положено отвечать на вопрос Как дела Это нам бы надо передать И то, что домохозяйка может быть президентом То, что Америка Да, блин, на самом деле Если Джордж Буш может быть президентом То, домохозяйка и подам Но ведь нужно, чтобы быть Американским президентом Нужно быть в пятом колене американцам Джордж Буш 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 Алло, алло, алло Здравствуйте Здравствуйте Да Я хотела бы вот тоже сказать По поводу вот этого мифа Между мужчиной и женщиной Я считаю, дружба не может быть Потому что вообще вот Любовь – это дружба Плюс сексуальное влечение И если убрать вот это сексуальное влечение Которое между мужчиной и женщиной Все-таки на какой-то стадии взаимоотношений возникает то в принципе останется вроде как дружба да но тем не менее дружеские отношения вот они подразумевают какие-то слишком интимные темы разговоров слишком близкие вот такие вот взаимоотношения может ли женщина в полной мере довериться мужчины вот на интимные темы врачу-гинекологу то можно довериться поэтому я хочу сказать что мужчина и женщина скорее всего это приятельские вот своим отношениям но никак не дружит настоящей глубины не будет да понимаете все таки отношения мужчин и женщин это война полов на войне бывает либо прямой контакт с противником настоящий да либо великое стояние по разные стороны но ведь и существует великая гармония это нет нет великая гармония она точечно возникает как на самом деле это все и роковое их слияние и поединок раковое трудно эту точку сохранить не может желание с двух сторон сдохнут отношения да ну как сдохнут но я дружу с людьми более извините тридцати лет может быть на это все таки может вам так кажется что это недостаточная глубина может вы себе это придумали в голове не джейс всегда завоевывать так можно очень так можно любой вопрос поставить это миф это передуманный но я вам рассказываю реальность своей жизни значит очень счастливое исключение rates столь-женщина не завоевывать не интересно вот так вот дана меня меня может завоевать с другой стороны не только сами если если возможно повоевать и обойтись при этом без непосредственного контакта тогда когда-таки счастье такой редкий что я в дружбе не надо завоевать тогда это уже не друзья но и поэтому я и говорю женщины которую надо завоевывать всегда дружба невозможно да а мужчины всегда завоевать surprising тоже есть женщины всегда и вот это как раз единственный миф в отношениях полов. Потому что здесь, правда, здесь всегда кто-то доминирует. Не знаю, ребята, может быть, я внутри мужчина, но я могу при всей симпатии и понимании поставить стенку и понимать. У него, например, своя семья, у меня своя. Для меня это настоящий человек. У меня очень много друзей военных. У меня вообще целая боинская часть есть, ребят. Я люблю... Это ваша охрана. Двусмысленность на двусмысленность. Для меня это друзья. Настоящие друзья. Может, военные такие специальные люди, рыцарственные. Вот это возможно. Актерство это такая специфическая профессия. Актеры, знаете, может быть, поэты... Может сыграть даже дружбу с мужчиной. Это все абсолютно. И принять это за реальность. Это не актеров. От отношения к жизни. Я тоже считаю, что это чисто индивидуально. Как разница в психологии между мужчинами и женщинами. Опять то же самое, да? Вы реалисты. Наверное, в большей степени. Потому что мужчина привык решать проблемы. Женщине очень часто решение проблем вообще не нужно. Обсудить. Не нужно, чтобы она могла поделиться, чтобы с ней сопереживали и так далее. Вот то же самое. Женщина позвонила. И типичный женский ответ. Вот мы говорили об этом в социуме. Женщина не может быть другом. Женщина говорит за всех женщин сразу. Дима пытается говорить за мужчин. Это меня никак не волнует. Я могу сказать, что я могу. Совершенно точно. Кто-то другой не может. И ассоциативные вещи. Я даже не воспринимаю по этому поводу мнение, которое распространяется на весь пол. И то же самое женщина сказала. Все женщины такие. Браво. В этом есть основная разница. И никто этого не слышит, кроме меня, Света. А то начали определить, у кого какие гены присутствуют. Актриса может дружить с военным. Это в частности. Но Чехов говорил про эти три стадии. Вот думаешь, что три эти стадии невозможны. Если действительно есть какие-то взаимоотношения интимного характера, то после этого довольно трудно быть близким другом. Камень и бумага, камень и ножницы. Актрисы военные, они могут уживаться. Ему нельзя, а ей не хочется. Ей тоже хочется, а ему хочется. Но есть слово нельзя. Но долг, долг, долг. У нее актерский устав, у нее у него военный. Во всяких остальных случаях дружба не возможно. И это самый ценный итог нашей программы, если она, увы, все еще не подошла к нам. Звоночек, звоночек, звоночек. Алло, алло. Ой, что у вас там? Что-то упало. Тазик упал. Скажите, пожалуйста. Мы как-то ушли, мы как-то ушли, мне кажется, в... А ты спроси, там есть вообще кто-то на проводе? Алло, алло. Там никого нет? На проводе. А, есть кто-то, да. Здравствуйте. Как вас зовут? Уведите нас, пожалуйста, от темы дружбы мужчины и женщины. Каким-то образом. Я хотела вам сказать про миф. Да. Вот мне кажется, что вы все находитесь под влиянием мифа. Ваша беседа шла о том, чем отличается мужчина от женщин. А миф, мне кажется, состоит в том, что они отличаются. Вот я врач, и я вам скажу, вот как врач. Ну, вы знаете признаки, по которым отключаются. Да, да, да. Вот кроме этих самых признаков, больше никакой разницы. Вообще? Никакой. А вот здесь чуть-чуть, вот здесь. Это, во-первых. Значит, вот, ну вот, лежат в больнице. И одинаковое количество среди мужчин и женщин терпеливых и нетерпеливых, там трусливых и нетрусливых. Переходим там из больницы домой на работу. Одинаковое количество дураков и подлецов среди мужчин и женщин. Вот многие там говорят, вот бабы там сплетничают. Да вы посмотрите, что мужики-то делают. Сплетничают почище. Очень часто. Ну и так далее, и так далее. И я, это не только мое мнение. Я вот об этом много разговаривала с друзьями, с родителями. И почти все со мной соглашаются, что... Ну только вы не думайте, что я там феминистка или шовинистка. Не-не-не, ну что? Нет-нет-нет, это как раз, как раз нет. Потому что феминисты считают, что женщина не уступает физиологически. А она уступает. Она слабее физиологически. Она там, да-да. Ну живучее, чем мужчины. Живучее вы более. Да, живучее, да. Вот видите, мы же не говорим, что вот вы там, вам надо руки не подавать, потому что вы более живучее. Просто я хочу сказать, вот товарищ в красном, извините, я не знаю, как вас... Володя, Володя. Он говорит, нельзя обобщать, что вот этот пол такой, а этот такой. И тут же обобщает, что женщинам не свойственно решать проблему, а мужчинам свойственно. Знаймите, ну все-то самое, все вокруг и около. Стержня, вот нету стержня, никто бы мне не мог сказать. Мужчина принципиально отличается от женщин. А скажите, пожалуйста, среди врачей, кого больше, среди хороших врачей, кого больше, мужчин или женщин? Считается, что мужчин. Намек, я вас поняла. Считается, что, да, ведущие хирурги мужчины, ведущие там даже, ну, гинекологи, акушеры, лучшие считаются мужчины. Так, а что, это о чем-то говорит? Нет, нет, ни о чем не говорит, мне кажется, просто, вы знаете, да и не надо вас переубеждать, и никто не собирается вас переубеждать. У вас хорошее свое мнение, но на самом деле, я думаю, что вот мы-то все согласны, что мужчины и женщины, ну, хоть как-то отличаются друг от друга. Ну, я с вами получила, отличаются как-то? Как, ну, конечно, как. Ну, не принципиально. Ну, не, ну, мы все человеки, понимаете, спасибо вам, спасибо за звонок. Спасибо большое за звонок. Спасибо большое за звонок. Да, вы поверли нас в уныние своим звонком. Нет, как раз очень правильный звонок был. Женщина гораздо лучше, как раз переносит боли, гораздо лучше болеет. Конечно, конечно. Мужчина сетует, жалю, странно, что врач говорит об отсутствии различий. У меня там палец заболит, я воображаю, бух, весь что, да, а Ирка, вот, вот, жена моя, она может в любом состоянии ходить на работу, и совершенно об этом не забыла. Врач говорит, вы все взяли, а вообще, вы это вы, ваша жена, это ваша жена. Ну, а вы сами не замечали, что мужик гораздо более мителен? Все очень индивидуально. Ну, вот странно, что этот врач не замечает главную разницу. Почему обязательно, потому что вот это мужчина и вот это женщина? Это может быть тридцать женщин. Вообще-то в красном скажи ниже. Какая-то женщина, можно точно так же панически бояться порезать палец, как и мужчина, и наоборот. Ну, опять нереально. Есть статистика, есть какая-то статистика. Мир живет цифрами, понимаете? Правильно. Откуда она берется, эта статистика? То, о чем говорят. Но есть вещи, о которых не так часто говорят. Есть очевидные вещи. Понимаете? Ну, не так часто говорят. Света, я сейчас на стороне мужчин. Я считаю, лучшие музыканты, пекари, сапожники. Военные, наконец. И военные. Все, и мужчины. Ребята, вы бы, наверное, и рожали бы лучше. А мы бы были просто вашим музами. Просто Галя очень мудрость сейчас отвечает. Да нет, на самом деле. Ну, честно говоря, это не остебается. Если бы мы рожали, то тогда вы были бы самыми лучшими художниками. Мне кажется, мы отвыклись, потому что тема нашей сегодняшней программы. Извини, пожалуйста, я тебя перебью. Не мужчина и женщина, да, и какая-то война у нас сейчас идет. А мифы и реальность, да? Как относятся к этому мужчины и как относятся к этому женщины. А не то, что как мы рожаем или как мы дружим или не дружим. Поэтому давайте все-таки вернемся к этой теме. У нас осталось пять минут разговора. И здесь сидят актрисы. Я сама актриса. И вы, женщина, которая занимается красотой. Скажите, пожалуйста, а вы разбираетесь в кино, насколько я знаю. Да, бы я. Хотелось бы узнать, вот нужно ли сохранять вот этот вот миф вечной молодости? Потому что все актрисы, они делают себе бесконечные пластические операции. Ну, по крайней мере, на Западе. И почему на Западе у нас Людмила Гурченко... Не надо говорить. Не надо, не надо, Фамилия, не надо. Не надо. Нужно ли сохранять, да, этот... Да, для людей. Нужно ли это делать? Я считаю, что нужно делать пластические операции для того, что... А кому это нужно? Показано ли это по здоровью? И надо ли это самой женщине, тому мужчине, который находится с этой женщиной? Если это, конечно, сделает ее намного счастливее, если это сделает ее свободнее, ну, во всех отношениях, то, конечно, нужно. Я в этом плохого ничего не вижу. Наоборот, я вам сейчас расскажу такую небольшую историю. Недавно к нам в клуб пришла женщина, которой 65 лет. Она выглядела на 10 лет старше, к сожалению, совсем потеряла любовь к жизни, вкус к жизни, глаз не блестел. Сейчас прошло полгода, делали все возможное, все, что можно. У человека изменилось. Она, к тому же, еще очень сильно больна. Мало того, что пошло на выздоровление, у человека изменилось вообще все отношение к жизни. У нее замечательно стало на семейном фронте, да. И выглядеть она стала замечательно, общаться стало хорошо. То есть, ну, надо это. Актрисам тем более надо, потому что актриса, как работает лицом, если говорить о кинематографе, потому что в театре все-таки можно еще и играть ей в 20 лет, Джульетту. То есть в 60, ну, в 40 лет там играть Джульетту. А в кино работая лицом, чем дольше она продлит свою молодость, тем больше она будет работать. Я считаю, просто нужно, нужно подольше оставаться молодой. Я только буду приездовать. А как их считает Дмитрий? Скажите, пожалуйста, может быть проще уйти вовремя с арены, как это сделали, например, Бриджит Бардо, Татьяна Самойлова? Нет, я категорически против. Я считаю, что нужно сохранять себя как можно дольше, если есть такая возможность, да. Поддерживать миф о вечной молодости, конечно. И я всегда буду гордиться Ермоловой, которая в 60 лет вышла на сцену и произнесла мне 18 в Орлеанской идее. Вот это вот и есть, да, это может у актрисы надо. А я думаю, что даже может быть не обязательно артистам, наверное, каждый человек нужен какому-нибудь. Он должен быть, поддерживать, да, и тогда мы хорошо заживем, да. И тогда у нас появится национальная идея, и тогда мы стали лучшими во всем мире. Да, мы лучше всех, да. А кстати, вот вы сегодня, Дима, сказали, что вот все время идет такая вот борьба между добром и злом, да, ну было в самом начале, помните, сказали. А как все-таки вы считаете, чего должно быть больше-то, вот, ну, если такие вот весы уравновешены, все-таки добра, наверное, должна быть больше. Я думаю, что его вообще подавляющее большинство, иначе бы мир просто не существовал. Потому что зло при своем малом количестве так активно и так омерзительно, что оно очень быстро занимает весь предоставленный ему объем. Добра, конечно, гораздо больше, что мы и видим здесь. Это наши коллективные идеи. Потому что у нас в стране самые лучшие мужчины и самые красивые женщины. И самые лучшие док-шоу «Нождицы». Спасибо, спасибо большое. Спасибо, но что, Женя, когда мы выходим сюда, я уже люблю напоминать, все думают, для чего вышли. Для того, чтобы сказать, что передача подходит к концу. Вот, мы сегодня поспорили. Вот, завтра будем о чем говорить? А вы завтра будете говорить. А как ты думаешь, вот я читаю, извини, пожалуйста, что читаю. А как ты думаешь, Женя, а это твой текст. Да-да-да, читай. Я там наизусть помню. Ты должен сказать, а как ты думаешь, Женя, жизнь на Марсе, это миф и реаль? Ну, что ты должна мне ответить? А я должна ответить. Конечно, миф. На Марсе жизни нет, может быть, на Мире, а на Марсе точно нет. Если ты думаешь, что на Марсе будут яблони цвести, дорогие друзья, завтра мы вам докажем, что на Марсе есть жизнь, что там будут цвести яблони, что есть еще другие цивилизации. Зеленые человечки, мы сумасшедшие. Мы заканчиваем эту передачу. Вы смотрели? Раз, два, три. Ток-шоу. Ножницы. Мы, как всегда, мужчины победили.